Приветствую вас. Ну, во-первых, из текста вашего вопроса вытекает то, что сначала нужно работать с самооценкой, и, честно говоря, а потом уже вам будет, собственно, легче говорить не об этом, но вы, получается, не решив, допустим, одной проблемы хотите решать, а другую, которая проистекает из первой, это на самом деле позиция немножко не такая, которая вам даст какой-то плюс, это первая. Дальше. Смотрю-то. Значит, идея заключается в том, что вы боитесь обидеть человека. Это первая. А-а-а, потому что считаете, что, ну, может его обидеть. Так вот, и это убеждённо в том, что вы можете обидеть человека. И хотел бы понять, в первую очередь, для вас, а-а-а, как вы можете обидеть человека. Как это вообще происходит? Что, вот, я обидеть человека. Как это, условно говоря, возможно? Вот. А-а-а, это очень важно, потому что, как бы, вы здесь идёте к своим представлениям, представлениям о обидах, о том, как работают обиды, что из себя не представляют. Обиды, я имею в виду. Вот, как человек обиды, там, как это происходит и прочее, 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 прочее. Это очень важный момент, очень важные детали. Вот, и с ними нужно разбираться. Это такой аспект. А-а-а, следующий момент. Значит, а-а-а, как так более уверенно? Ну, представьте себе условия. Вероятно. Вероятно, несколько изменить нужно ваше отношение к фрейм-ошибке. Вот. Это очень важный момент. То есть, если вы к своим ошибкам относитесь негативно. Вот. Ну, в том смысле, что, считайте, например, что вы не должны ошибаться. Считайте, например, что не имеете права на ошибки. Вот. И прочее, прочее, прочее. Ну, вот, собственно говоря, в таком случае, как раз таки, в таком случае. И можно говорить о том, что у вас нет уверенности в, ну, в себе. Вот. И, соответственно, из-за этого вам тяжело, естественно. Вам из-за этого вам тяжело. Как-то вот, ну, находиться в взаимодействии, допустим, с теми же людьми и прочее, 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 прочее. Вот. Что касается чувства вины, то здесь вопрос. Долго. Вот, скорее всего. Чуть-чуть, что вы должны. Чуть-чуть, что вы обязаны. И, конечно же, ну, с этим можно и нужно работать. Вот. Чтобы вы, вот, как-то себе отдавали, вот, чёрт в том, почему я должна, с чего и с чего я решил, что я должна, да. Откуда у меня вот эта вот, ну, вот эта вот история, что я должна, да. И прочее, прочее, прочее. Вот. С теми этими вещами, в принципе, можно и нужно работать. Вот. Конечно. 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 Если у вас есть такое желание, если желания такого нет, то работать, соответственно, наверное, и не надо. Вот так вот, в таком случае. Вот. Здесь очень важно себя не, ну, не насиловать, да, не пытаться через силу что-то делать. Вот. Да. В целом, это, вот, ну, вот, нужно заниматься психотерапией. Вот. И, вот, 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 вот. с собой. А вот такая вот история. Такой вот момент, которая я хочу вам сказать. Дальше. Вы пишите, что не можете говорить? Нет. Я бы хотел, я бы хотел, чтобы вы поисследовали немножечко для себя момент, связанный с, допустим, непосредственно с заслуженностью. Сказать нет. То есть всё, всё лично, лично. Для вас сложно говорить нет. Вы считаете, что вы должны людям. Вы считаете, что вы обязаны. В чём сложно? Это, конечно, имеет смысл работать с личными границами. Вот. Поэтому такая вот история. И соответственно, преследовав это, можно уже будет о чём-то говорить. Преследовав это, можно уже будет что-то вам тогда, ну, советовать, рекомендовать и прочее, прочее, прочее. То вот так, в принципе, я думаю, можно ответить вам на вопрос, который вы задаёте. Вот. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи. Надеюсь, что ситуация разрешится самым лучшим для вас образом.